МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Санкт-Петербург. В студии Дмитрий Володин. Добрый вечер. Итак, начинаем. От их профессионализма зависят жизни. Сегодня отмечается День работника скорой медицинской помощи. Вербное воскресенье. В храмах и церквях прошли праздничные службы. Сотни верующих приняли участие в крестном ходе. Как и 150 лет назад, в Эрмитаже представили два шедевра, которые были выставлены еще на первой выставке импрессионистов. Сегодня день работника скорой медицинской помощи. С праздником всех причастных поздравил Александр Беглов. Губернатор отметил, что это служба Санкт-Петербурга, одна из самых крупных и технически оснащенных в России. В ее составе 43 станции. В постоянной готовности находятся более 500 бригад. И за последние годы значительно обновлен автопарк. Открываются новые подстанции. Так, в Калининском районе появится отделение скорой помощи поликлиники номер 112. Вероника Озерова продолжит. В новом здании разместятся 8 бригад скорой помощи. Для машин готовят отдельный отапливаемый гараж, чтобы даже в самый холодный зимний сезон не снижалась скорость выезда медиков. А для сотрудников предусмотрены самые комфортные условия. На первом этаже расположен бокс для выездных бригад, диспетчерская, радиопост. На втором этаже предусмотрен конференц-зал, комнаты приема, пища, отдыха и прочие административные помещения. Сейчас в здании завершаются отделочные работы. Будет благоустроена территория. Здесь появится сквер, а также парковка с электрозаправкой. Сдать объект планируют в конце этого года. Идут с опережением срока. Новую станцию возводят в рамках национального проекта здравоохранения и городской программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Этот объект строится по инициативе губернатора нашего города Александра Дмитриевича Беглова, который огромное внимание уделяет именно размещению коллективов, медицинских работников и скорой помощи. У нас проходят огромные работы в части модернизации первичного медицинского звена, ремонт и поликлиник. Этот объект, который расположился в Калининском районе на месте бывших гаражей, тоже будет знаком для нашего района. Калининский – один из самых густонаселенных районов города. В нем проживают свыше 560 тысяч человек. С появлением новой станции увеличится скорость оказания медицинской помощи. Время доезда в бригад скорой помощи у нас будет сокращаться до пациентов. Это особо актуально для пациентов, у которых возникает сравнонарушение мозгового кровообращения и остро инфаркта миокарда. А это станция скорой помощи на Учительской улице. Она открылась в прошлом году после капитального ремонта. Медики много лет ютились в небольших помещениях городской поликлиники. Теперь в их распоряжении просторные зоны отдыха, гардероб и отдельная диспетчерская. Есть и смотровой кабинет для тех, кто может самостоятельно дойти до учреждения. Если состояние сложное, бригада отвозит пациентов в ближайший стационар. Если состояние удается стабилизировать, мы даем рекомендации вызвать врача и там пройти обследование в амбулаторных условиях. Отделение обслуживает 100 тысяч жителей района. Работает 6 бригад, в том числе одна неотложка. В день медики совершают свыше 50 выездов. Максимальное время прибытия к больному – 20 минут. Когда персонал приходит на работу, они принимают все необходимое имущество и проверяют комплектацию. И, соответственно, они готовы уже выехать ровно в 8 или ровно в 9 по требованию. В планах на этот год также строительство двух поликлиник, в которых сразу будут предусмотрены отдельные подстанции для выездных бригад. Вероника Озерова, Александр Крючков и Олег Христов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Православные верующие сегодня отмечают вербное воскресенье. Праздничные службы утром прошли в храмах и церквях. В Исаакиевском соборе божественную литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии. На службу приехали губернатор Александр Беглов и депутат Госдумы Михаил Романов. На утренней литургии верующие стояли с веточками вербы, которую затем принесли домой. После торжественной службы состоялся крестный ход, в котором приняли участие сотни верующих, а также учащиеся православных гимназий, и воскресных школ Петербурга. Сегодняшний праздник открывает последнюю неделю Великого Поста – Страстную Седмицу. Для церкви это время воспоминаний о страданиях и смерти Христа. Остается ровно неделя до празднования Пасхи. 5 мая на телеканале Санкт-Петербург можно будет увидеть прямую трансляцию пасхального архиерейского богослужения в Казанском кафедральном соборе. В июле возобновятся экскурсии на палубу Полтавы. Это точная копия линкора Петровской эпохи. В Петербурге продолжаются мероприятия, посвященные официальному старту нового туристического сезона. Сегодня журналистам рассказали о проведенных работах за все время по созданию музейного судна. Полтава выполнена полностью из дерева, как и задумывал Петр Первый. Строили ее пять лет. Авторы попытались воссоздать атмосферу Петровской эпохи до мельчайших деталей, а в скором времени появятся элементы дополненной реальности. Можно будет, например, направив телефон на этот VR, увидеть, как работает, например, пушечный расчет. То есть расчет, который заряжает пушку и выстреливает внизу пробоина корабля и заполнение его водой, как в шторм рулила команда, управляя штурвалом. Здесь все можно посмотреть, здесь все можно потрогать. Здесь для школьников, для детей очень интересные, интерактивные. И сама экспозиция, и те программы, которые будут предоставлены, будут, безусловно, здесь интересны. И очень важно, что партнеры города реализуют такие проекты сейчас в Санкт-Петербурге. Сначала будут экскурсии только для организованных групп, а вот в следующем году посетить ее смогут все желающие. А саму Полтаву разместят неподалеку от парка трехсотлетия Петербурга. Там уже начали строить культурно-исторический центр. Размышления о контексте. К 150-летию со дня первой выставки импрессионистов в главном штабе Эрмитажа открылась новая экспозиция. Это совместный проект с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Можно увидеть два шедевра мирового искусства. Городской парк в Пантуазе, написанный Камилем Писсаро, и бульвар Капуцинок в Париже, кисти Клода Мане. Именно эти две картины венчали первую выставку легендарного анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов. Она состоялась 15 апреля 1874 года в Париже, и именно на ней появилось представление о новом стиле, как о цельном направлении, которое со временем покорило весь мир. Эта выставка, она знаменовала начало отчасти всего современного искусства. Именно тогда импрессионисты заявили о себе как о группе, и поэтому мы, и весь мир знает их искусство, их живопись, именно как живопись импрессионистов. Торжество такое, необыкновенное, я думаю, в нашем музейном, эрмитажном стиле и в замечательном музейном контексте. Я думаю, что это как раз то, от чего импрессионисты сторонились, но вот они попали в музей, и даже вот одна из две картины создают музейное событие. Добавлю полотно, городской парк в Пунтуазе хранится в Эрмитаже. На нем запечатлен размеренный досуг провинциальных жителей. В свою очередь, привезенная из Москвы картина бульвар Капуцинок в Париже кисти Клода Моне, наоборот, показывает стремительное движение жизни, присущее столице. Мастеру удалось достичь такого с помощью крупных мазков, необычного ракурса и диагонали, разделяющей светом полотно на две части. Как часто горожане занимаются физкультурой и спортом? Достаточно ли в Петербурге площадок и комплексов? Вот об этом спрашивают на портале и в мобильном приложении ЕКП. Там продолжает работу интерактивный сервис, «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Участие в проекте «Городской диалог» могут принять только авторизованные на портале единой карты Петербургца пользователи. Им будут доступны дополнительные возможности карты. Зачем коню смотрят в зубы? Как белый медведь проходит плановый медосмотр? И в чем секрет рентгена попугая? Вот ответы на эти и другие вопросы сегодня давали в Ленинградском зоопарке. Там отмечают день ветеринара. Гостям показали, как осматривают клыки у львов и прививают кроликов. Ветеринар, как и участковый врач, проходит своих животных, смотрит, как они выглядят, все ли у них хорошо, как они себя чувствуют. Планово посещает тех, кого раньше уже запланировал посетить. Если кто-то ожидает потомства, проверяет, как все проходит. Ну, словом, у ветеринара весь день занят. Животное может банально простудиться при смене погоды, животное может заразиться какими-то паразитами. По словам ведущего ветврача зоопарка Екатерины Алексеевой, ей ближе всего хищные птицы. Недотроги орлы и суровые кондоры своей неприязни на приеме не скрывают. А вот с виду милые енот и манул отличаются особой хитростью. Те же манулы, например, они, когда мы проводим вакцинации, либо что-то надо сделать, у них основная стратегия – это сначала затаиться, и потом уж когда нет другого выхода, оно будет уже кусаться, шипеть, кидаться. Ежедневно врачи осматривают своих своенравных подопечных, ведут дневники наблюдения, следят за физическим и психологическим состоянием животных. Тут же медики проводят питомцам сложные операции, а недавно в зоосаде появилась современная лаборатория. Ее специалисты готовы помочь всем – от мыши до жирафа. И это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Больше новостей на официальном сайте телеканала Санкт-Петербург, tvspb.ru. А вам хороших выходных и до встречи!